Вдохновение Так назывался городской конкурс чтецов Который проходил среди школьников Таганрога Организовали его управление образования города И центр внешкольной работы Таганрога Именно в ЦВР на сцену вышли школьники От 7 до 18 лет Которые наизусть читали произведения Русской и зарубежной литературы Конкурс вдохновения стал традиционным И значительным явлением в жизни школьников города Слушая участников конкурса поражаешься Сколько сил, терпения и труда Вложили эти дети, чтобы достойно выступить А может быть и победить в соревнованиях чтецов Многие из тех, кто выходил на сцену Центром внешкольной работы Сумели передать и авторский замысел И свое видение лирического образа Конкурсанты читали Чехова, Чуковского Барто и Усачева, Успенского и других авторов Мутный дождь будел в листве соседних рощ И на полях, одетых мглою И тучи опустились над землею Друг друга с бешенством гоня Нет, этого я не забуду дня Я не забуду никогда, вовеки Я видел, плакали, как дети реки И в ярости рыдала мать земля Лучшие выступления получили высокую оценку жюри В котором были преподаватели, мастера речи Педагоги Центра внешкольной работы Сегодня Центр внешкольной работы Совместно с Управлением образования Проводит городской конкурс чтецов вдохновения Конкурс очень популярный с каждым годом становится В этом году более 200 детей Примяли участие в конкурсе И представили на суд жюри 90 работ чтецких В конкурсе принимают участие дети от 7 до 18 лет Тематика конкурса свободная Но ребята в основном берут темы о дружбе, о любви, природе Много произведений ребята взяли на тему Великой Отечественной войны Всех участников разделили на три возрастные группы Этот принцип обеспечивает равный подход к исполнителям Каждый ребенок необычайно талантлив, говорят педагоги Которые готовят ребят к таким конкурсам Нужно только помочь им раскрыть свой дар Помочь развиться Для этого в ходе подготовки к соревнованию чтецов Идут занятия и по актерскому мастерству И по сценической речи В этом году, как и много уже лет подряд, в этом прекрасном конкурсе критерии у нас одни и те же Это умение передать идеи на художественные особенности исполняемого произведения Умение владеть техникой речи, мы обращаем внимание, безусловно, на артикуляционный аппарат, исполнитель аддикцию и прочие технические моменты Выразительность чтения, артистичность, оригинальность исполнения, умение донести смысл исполняемого произведения Но, конечно же, в этом году, этот год не исключение Мы особенно обращаем внимание на то, как исполнитель может во время, скажем так, своего звездного часа Когда он выходит на сценическую площадку Уметь слушать и слышать Смотреть и видеть Одно из основных качеств, предъявляемых к любому артисту, к любому исполнителю Вчерашний день показал уже очень много ярких, интересных работ Очень много малышей у нас в этом году Младшая возрастная категория представлена, ну, скажем так, достаточно богато Я думаю, нам будет тяжело принимать ответственное решение Задача конкурса сделать так, чтобы наши ребята были образованными, воспитанными людьми Любили книгу и русское слово Любили всю свою жизнь Во дворце культуры Таганрога состоялся городской этап областного конкурса Военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» Проходит он уже восьмой раз и собирает любителей патриотической песни из учебных заведений Таганрога Победители конкурса поедут защищать честь нашего города на областном конкурсе песни Компетентное жюри, в состав которого вошли хорместеры, руководители певческих коллективов Оценивало конкурсантов по профессиональному и культурному уровню исполнения номеров Вокальным данным, сценическому образу и аркистизму Традиционный конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества» Критерии, как правило, не меняются уже много лет Это соответствие тематики фестиваля Это вокальные данные, сценическая культура Как правило, этот конкурс проходит несколько этапов Первый этап – это наш, Таганрогский Дальше идет Зонарийный и областной На одном из областных фестивалей мой коллектив взял первое место Очень интересно проходит это все Проходило в шахтах, в невероятно красивом дворце Интересно, много людей, талантливых, студенчество Молодежь, студенчество Много желающих Очень нравится, что в последнее время молодежь уделяет много внимания патриотизму Вот это очень вдохновляет Сокровищница военных песен – это не только сочинение военных лет Она богата сотнями произведений и послевоенного, мирного времени Участники конкурса готовились к песенному соревнованию за несколько месяцев до его начала Представляю механический колледж Поем мы каждое отдельно Очень было сложно заниматься именно вокалом В основном я пою патриотическую песню «Афганский вальс» Ириной Шведовой Работала я над ней 4-3,5 месяца Мы с преподавателем очень тщательно разобрали эту песню от и до И она у нас довольно-таки хорошо получается Я принимаю участие в патриотическом смотре Я представляю команду Политехнического института филиала ДГТУ в городе Дагонроге Я выбрал песню от героев былых времен Которая как раз-таки, по моему мнению, показывает ту историю, которую человек не должен забывать Мы выступали с песней «Дети войны» Мы над этой песней работали месяц, может, чуть меньше Она нас тронула тем, что она действительно такая душесчипательная И в тот момент дети очень страдали на войне И мы решили добавить еще игрушек, чтобы показать всю боль детскую Ну, я занимаюсь эстрадным вокалом На песне я работала где-то месяц, тоже с учителем В неделю три раза мы занимались, где-то по два часа Я надеюсь, что у меня все получится Как бы я буду петь песню «Сад памяти» Это очень интересная песня, мне она очень понравилась И надеюсь, что все у меня получится В конкурсе принимают участие молодежные творческие коллективы Учебных заведений и промышленных предприятий Дагонрога Всего около ста участников Городской этап областного конкурса Проводится по трем номинациям Сольный вокал, вокальный ансамбль, трио или дуэт Основные цели конкурса – это развитие и укрепление Патриотических чувств, поддержка культурных ценностей Воспитание гражданского самосознания молодежи В Южно-Российском научно-культурном центре Антона Павловича Чехова Таганрогского музея-заповедника состоялось мероприятие Посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана На нем была представлена информация о подвигах таганрогских афганцев О тех, кто погиб на чужой непонятной войне Но до конца выполнил свой воинский долг Сегодня наше мероприятие посвящено 30-летию вывода войск из Афганистана Закончилась и ушла в историю Это никем и никому не объявленная война Героическая и трагическая Она была в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война Почему мы так долго помним эту войну? Что нам не дает забыть ее? 5 февраля 1989 года командующий 40-й армии генерал-лейтенант Борис Громов В последнем пересек границу, разделяющую СССР и Афганистан За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет Сказал генерал Сегодня мы знаем, что это было не совсем так До наших дней в плену остаются люди, которые участвовали в афганских событиях Вот бы не забыть за пафосными словами всех, кто не вернулся В этом долг живых До сих пор идут споры о причинах ввода войск и целесообразности этого шага Единственное, что не нуждается в комментариях, это та страшная цена, которую заплатила наша страна Около 15 тысяч погибших ребят и десятки тысяч инвалидов Около 50 тысяч получили различные ранения 7 тысяч человек стали инвалидами Награждено орденами и медалями Советского Союза более 200 тысяч человек 71 военнослужащий удостоен наивысшего звания Героя Советского Союза 25 из них звание присвоено по смерти За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих Все, кто пришел в этот день сюда, в Южно-культурный центр города Смогли ознакомиться с выставкой, где были представлены подлинные предметы, фотографии, личные вещи наших земляков Ведущие вечера рассказали о подвигах ребят, которые ушли воевать в далекую страну, ушли и не вернулись На зданиях таганрогских школ, где они учились, остались памятные таблички с их именами Белый танец, белый танец, тот же этот, ты честный Где ты, русский мой Афганист, где тебя, моя невеста Возвращайся, возвращайся, от окопленной границы Не могу я в белом вальсе, со своей бедой дружить, со белой платью Торжественно, красиво и волнительно прошел в лицее номер 28 Смотр строя песни среди школ таганрога Активно болели за ребят, их преподаватели и родители Кроме главного награждения было еще много других номинаций, где ребята отличились и получили грамоты Это лучшее исполнение песни, лучший командир и лучшая речевка В чеканья шаг в зал 28 лицея таганрога входят юно-армейские отряды школ города Отделение школу номер 23 Казахстан На смотр строя песни построены наш девиз Славный духом героем не станет Командир отделения юно-армейцер Кисян Каждый в своей форме, они должны, сменяя друг друга, показать умение петь строевые песни, выполнять повороты и перестроения, отдавать команды Более 45 отрядов принимают участие в этом году в слете Буквально первый этап собрал 11 отрядов, дети показали себя достойно, выправлено И те навыки, которые они смогли уже приобрести за первый год своего существования в клубе Патриот Сегодня были отшлифованы и показаны на публику Мы очень рады, что среди наших зрителей большое количество родителей Традиционно свои двери распахивает для нас 28-й лицей Это школа-лидер, школа, которая ежегодно дает 7-8 отрядов для этого смотра Нередко, а я бы даже сказала, практически всегда Эти школы являются победителями и завоевывают гран-при А также неоднократно они принимают участие в областных и федеральных конкурсах сыны и дочери отечества Мы очень рады, что более 1250 наших таганрожцев, юных таганрожцев Два года в своей жизни могут отдать служению нашему клубу А также отчетным моментом и отчетным мероприятием для нынешних наших патриотов Будет являться зорница, которая также традиционно будет проведена в мае месяце Члены жереба приветствовали юноармейцев, пожелали успехов А после жеребьевки определили последовательность выступлений отрядов Больше 10 лет в нашем городе существует юноармейское движение Задача в клубе «Патриот» тогда ставили самые благородные и видели в возрождении развития юноармейского движения Один из факторов гражданско-патриотического, нравственного и физического воспитания молодежи Сегодня на смотре при прохождении оценивались действия командиров Соблюдение установленных дистанций, интервалов между подразделениями и юноармейцами Равнение в шеренгах, четкость строевого шага, подтянутость, осанка юноармейцев Форма, слаженность движений и дисциплина строя Любой конкурс подразумевает определение лучших Судейство вели офицеры запаса, ветераны локальных конфликтов и педагоги центра внешкольной работы Социальные партнеры всегда поддерживают такие мероприятия у школьников И ребята стараются, пусть не все получается, не беда, получится в следующий раз Главное, что дети растут неравнодушными Они маленькие патриоты нашей родины, которым жить в этой стране Не так давно в нашем городе при библиотеке открылся новый выставочный зал Камерный по своим размерам, он очень уютно принимает небольшие выставки молодых художников и дизайнеров На днях там открылась выставка, посвященная группе Битлз Все подробности у нашего корреспондента Елены Титовой По роду своей профессии Виталий Щербак занимается художественным дизайном Он иллюстрирует детские книжки, рисует комиксы, карикатуры и шаржи Но тема группы Битлз преобладающая в творчестве Виталия Это вторая выставка ростовского художника в нашем городе Первая под названием «Джон Леннон. Человек мира» была посвящена лидеру группы Битлз Выставка, которую привез художник в Таганру, в этот раз представляет собой серию из 13 картин Перерисованных обложек всех 13 студийных альбомов Битлов, но не только Выставка называется «Битлз. Погружение» и посвящается 50-летию мультфильма «Елла Сабмарин», в котором приняли участие Битлз Потому что Битлз – это не только музыка, песни, это еще три замечательных фильма И вот этот прекрасный мультфильм, премьера которого состоялась 17 июля 1968 года В прошлом году этому мультфильму исполнилось 50 лет И я вот решил сделать выставку, посвященную 50-летию этому мультфильму Акриловая краска на холсте я рисовал, и стиль, если так, поп-арт Сам мультфильм был сделан в стиле анимационного поп-арта, очень популярного в 60-х годах И поэтому этот стиль тоже очень мне нравится, и я очень часто работаю в нем И будь моя воля, я только в таком стиле рисовал бы произведение Прекрасная музыка отлично дополняла ностальгическую презентацию Виталия Щербака И напомнила хиты легендарной группы Битлз Yesterday, Let It Be и другие Остается добавить, что совершить погружение, задуманное ростовским художником Можно до 10 марта в зале Чеховской библиотеки На этом наш информационный выпуск подошел к концу Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски